Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за игрока в EAFC 24 за Луиса Агиры, аргентинского нападающего из Салернитана. Итак, первый матч на сегодняшний выпуск и выездная игра против Сосового. 12 тур серии А, и вот такие задачи. На эту игру нам поставило руководство, ну и мы выберем усиленную задачу по ударам в створ. Ну что же, давайте приступать к обзору матча. Вот такую атаку на 19 минуте сообразили игроки Салернитаны, хороший был удар, но вратарь парировал этот удар, так же как и вратарь Салернитаны в ответной атаке, но со вторым вот уже ударом справиться не получилось, и на 27 минуте Лауренти забивает и выводит Сосового вперед. Еще одна атака, буквально через 5 минут после забитого мяча, и очередной гол забивает Сосового. Хорошая подача с фланга в район 11-метровой отметки, и Пинамонти забивает и увеличивает преимущество своей команды. 44 минута, Лауренти забивает дубль и доводит счет до разгромного. 3-0 Салернитана. Итак, одна из самых пропускающих команд в серии А в этом сезоне, ну и это мы прекрасно видим по ходу этого матча. 66-я уже минута встречи, четвертый мяч влетает от Сосового в ворота Салернитаны. Даже Ачо справиться не может с этими моментами, хоть в некоторых матчах и проводил очень уверенную игру. 5-0, вот так вот ужасно показывает себя оборона Салернитаны. Меняют в итоге Луиса Агиры после пропущенного мяча на 81-й минуте, и в концовке встречи уже в добавленное время пропускает Салернитана еще один мяч. Вот Сосового, и заканчивают эту игру с разницей мячей минус 6. Очевидно, конечно, было, начиная карьеру в Салернитане, каких-то звезд с неба мы ловить не будем, но в любом случае Луиса Агиры продолжает много забивать. Понятно, что не в предыдущей игре, но в любом случае показывает свой уровень, но здесь уже действительно подводит и уровень команды. Так что по итогам вот таких как раз матчей после поражений все чаще и чаще задумываемся, стоит ли нам действительно менять команду, либо же дождаться окончания сезона, чтобы не бросать, так сказать, команду на полпути. Все это мы с вами узнаем по итогам, может быть, этого уже выпуска примем решение, либо же чуть позже. Так что вы тоже пишите в комментариях, друзья, стоит ли Луису Агиры покидать Салернитану уже этой зимой, или все-таки стоит доиграть сезон до конца, будет интересно почитать ваше мнение. Итак, очередная игра в чемпионате Италии, Салернитана против Лацу, и вот такая замечательная подача от Луиса Агиры уже в начале матча приводит к забитому мячу от Мишеля Майкла, как мы его с вами прозвали, но подача отличная, шикарная. Также завершение, и Салернитана не смогла забить ни одного мяча ворота Солы, а Солы зато забила в начале матча ворота Лацу, грозного действительно соперника. Шикарная подача, шикарный гол, что еще здесь стоит говорить. Вот такой еще момент на 17-й минуте, в одно касание решил пробить Луиса Агиры, но вратарь парировал, и вот так вот встречными атаками обмениваются игроки Салернитана и Лацу, и Лацу в итоге сравнивают счет, вот так вот провалился правый фланг обороны Салернитаны, вот Лацу еще в одной атаке, в концовке тайма, ну и вот Салернитана решил на последних минутах первого тайма пойти в атаку, Луиса Агиры шикарно пробил головой, но вратарь парировал, идет шквал прям угловых в концовке тайма, посмотрим, отлично, здесь играет оборона Лацу, справляется с первым ударом, а вот здесь оторвался Луиса Агиры от защитников и забивает гол, вот так вот, гол плюс пас у Луиса Агиры за первый тайм в матче против Лацу, шикарную игру показывает аргентинский нападающий, для которого действительно этот сезон первый в профессиональном футболе, и вот такие успехи за столь невысокорейтингу действительно команду, вот так вот дальним ударом никто не встречал игрока Лацу, и из-за пределов штрафной в дальний угол шикарно закладывает игрок римской команды, и счет уже 2-2, но посмотрим, что будет дальше, Луиса Агиры отыгрывается отлично в стеночку и в подкате, забивает на 59-й минуте ворота Лацу, 2-1 у Луиса Агиры, очень классный и качественный матч, проводит 10-й номер Салернитаны, вот хочется еще посмотреть, естественно, этот гол в повторе, действительно отлично, в стеночку здесь сыгрались, оторвался Луис Агиры от преследователей, и отлично пробил, 72-ая минута, отличное спасение от Ачо, вынос идет от ворот, Агиры отлично скидывает партнеру, и здесь практически выход 1 на 1, удар и гол, 4-2, Луиса Агиры забивает хэтрик ворота Лацу, но вот такие действительно футбольные качели у нас, получаются ни одного мяча, забить Салернитана ворота Сосуолом, проиграли со счетом 0-6, но зато вот 4 мяча забивает ворота Лацу, и одерживают очень важную победу, обыгрывают хорошую команду, которая действительно и борется за Еврокубки, но и Луиса Агиры забивает очередной хэтрик в этом сезоне. Ну что же, пообщались с агентом, поблагодарим также за слова журналистов по поводу нашей хорошей игре в матче, ну и также накопили мы деньжата, давайте купим беговую дорожку, получаемые очки маэстро, скорость рывка и усиление тренировки. Итак, кандидаты на звание игрока месяца, мы видим, что Луис Агиры туда наконец-то попал, и посмотрим, получится ли навязать борьбу в номинации лучший игрок серии А в ноябре месяца. Итак, у нас очередная игра на выезде против Фиорентины, на этот раз 14-й тур серии А, чемпионата Италии и задачи от руководства. Давайте попробуем сделать больше четырех передач на половине поля соперника, ну и переходим уже к самому обзору. Вот так отлично Джонатана Икане выводят партнеры на бьющую позицию, и 1-0 Фиорентина выходит вперед в матче. Еще одна атака, 24-я минута, шикарное спасение нашего вратаря. Лусагиры мощно и хлестко подает в штрафную. Отлично, Кастаносто на грудь принял и в касание пробил, и 35-я минута. Очень красивый гол забивает игрок Салернитаны и сравнивает счет в матче против Фиорентины. Гол действительно очень красивый, все было сделано шикарно. Идет уже второй тайм, 57-я минута в атаке Фиорентина. И вот так вот вроде бы легко никто из обороны Салернитаны не стал встречать, не накрыли никак и из-под защитников пропускает Салернитана. Здесь уже Ачоа справляет с ударом в ближний угол. Еще одна атака перед собой, практически над собой отбивает Ачоа. И Фиорентина забивает в итоге третий мяч ворота Салернитаны. Никто не смог здесь успеть подстраховать вратаря Дзола на Юси Пабрикало и счет 4-1. Рассыпалась команда, пропускают очередную партию голов. И вот так вот, еще от Миленковича, с углового 5-1. Ну ужас какой-то. Действительно качели, то от Сусола 6, то вот сейчас от Фиорентины 5. Ну вот, последние секунды матча удар от Луиса Агиры. В итоге угловой подача, удар от Агиры. Но вот этот гол на самом деле, друзья, записали как автогол. Но будем так считать, народный гол Луиса Агиры. Вот здесь вот от защитника все-таки мяч залетает в ворота. В итоге поражение 5-2 от Фиорентины. Жалко, конечно. То есть нас подбадривает Агент. Обидно. Ну и нужно комментарий нам все-таки дать. Пообещаем болельщикам, что в следующий раз такого не повторится. И в итоге Рейндерс из Милана стал игроком месяца в чемпионате Италии. Новый уровень мы получаем. Очки навыков. Также распределяем их по нашему древу. 79-й рейтинг уже у нашего Луиса Агиры. И вот у нас Кубок Италии. Встречаемся против команды с 20-го места серии B. Вот у нас еще и игровой стиль. Меткий удар. Мы получаем вот такой вот интересный талант. Ну что же. Реджиня приезжает на наш стадион. Напомню еще раз. Команда принимает самое последнее место. В чемпионате. Можно так сказать, в ФНЛ итальянском. В первом дивизионе чемпионата Италии. Мы все-таки в высшем дивизионе. Ну и вот так вот проходит атака. Меч очень долго катился. Но в итоге докатился. И команда соперника забивает гол. Во-первых, у нас и ротационный вратарь, я так понимаю. Третий, может быть, четвертый. Четвертого выпустили. И вот так вот Луиса Агиры сравнивает счет. Забив нерабочий правой ногой. Все-таки партнер не пожадничал. И в ближний угол забивает команде из серии B. Еще одна атака. Это уже второй тайм. Хороший удар. И будет угловой. Подача. И вот так вот. Забивает Луиса Агиры. Выводит вперед Салернитану. Как бы на данный момент это волевая победа. Салернитаны проигрывали. И благодаря дублю от Луиса Агиры. Теперь ведут в счете. Ну вот так вот Луиса Агиры. Вроде бы скорослый нападающий. Но не первый свой уже гол в этом сезоне. Забивает головой. Но вот такой вот ляп от нашего вратаря. Действительно вратарский гол. Прям в него мяч. Летел. Не отбивает. 2-2. И буквально через пару минут еще и третий. Залетает в ворота Салернитаны. Проигрываем. Напоминаю, друзья, команде с 20-й строчки серии B. Но здесь действительно сыграл фактор вратаря. Часто говорят, что вратарь это полкоманды. Но здесь ни в коем случае, так сказать, нельзя было. В итоге мы проигрываем Реджини на первой же нашей стадии. Кубка Италии. И вылетаем из турнира. Но теперь все силы будем бросать, чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы серии А. А не бороться за выживание. Итак, домашняя игра против Болонии. У команды соперника 10 очков в турнире на таблице. У нас 15. Так что все-таки мы посильнее, как бы фаворитом. Кажемся перед этой встречей. И вот. Ачо отдохнул, пропуская кубковую игру. Но, наверное, все-таки тренировочку какую-то и пропустил. Вот такой гол от Болонии мы видим в середине второго тайма. Луис Агире получает хорошую передачу. Практически выход 1 на 1. Но не получилось забить этот момент. Смотрим уже второй тайм. И хороший удар парирует голкипер Болонии. И вот так вот поучаствовали в голевой атаке. Предголевая передача от Луиса Агире. Отлично на свободного партнера во фланг отдали. И шикарная также подача и гол. 1-1. И вот такой момент. Действительно выход 1 на 1. Луис Агире решил пробить с подкрутки. Но голкипер отразил этот удар. Но после этого удара был все-таки угловой. И вот к чему этот угловой и привел. Шикарный гол. Салернитана выходит вперед в этом матче. Ну и вот такие еще попытки забить от Луиса Агире. В итоге победа. Салернитаны дома от Болонии. Валевая победа. Итак, очередные 3 очка навыков. Распределяем их по нашему древу. Но рейтинг, к сожалению, повысить не получилось. На Рождество покупаем подарки для семьи и друзей. Получаем 30 очков стержня и 10 очков маэстро. Очень они нам, конечно, пригодятся. Агент наш говорит, что заслужили мы небольшой отдых. Ну и вот на 12 строчке мы сейчас располагаемся перед финальной игрой. Сегодня против одного из лидеров серии А команды. Аталанта, которая занимает третью строчку. Ну что же, матч нас ждет интересный. Опять же, сильная команда. Мы уже встречались по ходу этого сезона. Разгромно проигрывали и Роме. Но минимально бывало и проигрывали Интеру. Обыгрывали Лацо. Так что мы вот такая вот непредсказуемая действительно команда. А чего? Парировал некоторые моменты в первом тайме. Но очередной вот момент на угловом. Скамака забил. Теперь мы уже смотрим моменты второго тайма. Шикарный пас от партнера и Луис Агири с подкрутки. Отлично переигрывает вратаря Аталанты. И забивает гол. Сравнивает счет. Вот так вот. Не получается, конечно, в этом сезоне что-то у Салернитаны. Хотя это их действительно уровень. Как-то вот бороться за выживание в чемпионате Италии. Звезд неба не хватают. Но Луис Агири продолжает забивать за команду. И выводит еще и Салернитану в концовке встречи против Аталанты. Забиваем свой уже, если я не ошибаюсь, ну 16-17 гол, мне кажется. В сезоне у нас еще даже не началось зимнее трансферное окно. Вот здесь уже просто не смог догнать Талой защитник Аталанты. И в итоге все. Выездная победа Салернитаны дубль. Луис Агири приносит очень важные 3 очка в турнирной таблице для Салернитаны. Ну, стараемся изо всех сил действительно будем расти и прогрессировать. Дальше вот так вот на 11 месте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Вот 15 мячей. Мы разделили первую строчку с Хвичи Кварацхели. И также на 7 месте идем по голевым передачам. У нас их 4. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиданг Цель. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...